И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Данное моё видео будет посвящено двум отдельным темам, которые держатся обособленно от множества других тем и вопросов, которые стоят между Арменией и Тюркским миром. Что же это за две отдельные, столь важные темы, которые я обозначил как обособленные темы? Прежде всего, это тема алфавита, тюркского алфавита. И вторая тема, это не менее важная тема, как, с точки зрения армянства, оккупация Кипра, Турции. Ну, давайте поговорим на эти две темы и начнём, пожалуй, с первой, то есть с алфавита. Что же меня подтолкнуло поговорить с вами на данную тему? Это переход Казахстана на латиницу. Да, Казахстан, как и весь тюркский мир, перешёл на латиницу. И, можно сказать, уже достраивается переход всего тюркского мира на данный алфавит. Но, как вы помните, армянство в связи с этим заявляет, что у них, у армян, есть собственный алфавит, а тюрки почему-то потеряли свой. Ну, прежде всего, я бы мог бы сейчас ответить на данный вопрос банальной фразой, что многие государства-народы отошли от собственных алфавитов. Но я хочу ответить более широко. Что же сподвигло тюркский народ в своё время, тюркские народы в своё время, забыть собственный алфавит? Первая и самая такая глобальная причина, это было принятие ислама. Когда тюркский мир, большая его часть, вынуждена была перейти от своего родного алфавита, который имел место быть, на арабский, на арабскую письменность. Армянство сейчас скажет, но почему же мы, то бишь армяне, сохранили свою письменность? Ответ крайне банальный. В момент, когда Армения принимала христианство, и на протяжении долгого времени, армянское христианство было обособленным. Их считали сектой. Что, в общем-то, и спасло, ну, отчасти, можно сказать, спасло армян от замены алфавита по тем временам на латинский. Ведь множество европейских народов вынуждены были перейти на латыницу. Включая, кстати, некоторых даже арабов, отказаться от собственного арабского языка. У тюрков же данного шага, данной возможности изначально не было. Во-первых, жесткий закон в отношении запрета на перевод Корана. Это первое. Второе, мы не являлись сектантами. Мы приняли ислам. Надеюсь, это вам тоже всем понятно, наши оппоненты. Все это как раз-таки и засвидетельствовано тем результатом, которым пришли как тюрки, так и армянство. Да, мы отошли от собственного алфавита. Теперь вопрос в другом. Я сейчас не буду говорить остальную последовательность, как тюрки вынуждены были под давлением тех или иных исторических моментов менять свой алфавит потом от арабского к латинице, от латиницы кириллицы. И сейчас тюркский мир пока для начала восстанавливает один общий алфавит. В данном случае была выбрана латиница, потому что большая часть тюркского мира, в общем-то, на нем и пишет. Зачем это делается? Потому что это, можно сказать, приготовительный шаг всего тюркского этноса к переходу, к возвращению к истокам, к своему исконному алфавиту. Чтобы со временем не делать это по отдельности, буквально по народу, по региону, а сделать это разовым переходом. Всех народов и стран, которые включает в себя тюркский мир. Сколько времени это займет? Здесь, конечно же, я не предсказал, чтобы заявлять определенную дату, определенный год. Но навряд ли это займет меньше 50 лет. Именно общий переход, полный переход к тюркскому алфавиту. Ну, поживем, увидим. А теперь давайте перейдемте ко второй теме, не менее важной. Это так называемая оккупация Кипра. Ну, как армянство любит его выставлять, и как любит его выставлять часть греков, которые, видимо, не знают собственной истории. Так называемая оккупация Кипра, прошу прощения, произошла, как вы, наверное, знаете, в 1974 году. А что же предшествовало этому событию? Вот об этом армянство и те части греческого народа, которые любят об этом часто кричать, почему-то умалчивают. А ведь это крайне важный момент. В 1970-х годах к власти в Греции пришли черные полковники. Черные полковники, это практически были греческие нацисты. Они уничтожили большую, достаточно много греков. Десять тысяч человек было посажено, большая часть из этих десяти тысяч расстреляна. Почему-то об этом армянство говорить не любит. Знаете, какой вопрос у меня создается? А не связана ли определенная часть армянства именно с этими черными полковниками? Может быть, этого армянства боится? Что всплывет правда об их участии, соучастии в преступлении так называемых черных полковников? Руководил этими черными полковниками военный так называемый герой Георгиус Папандопулус. Не буду сейчас как-то глумиться над его фамилией. Не буду опускаться до уровня наших армянских оппонентов. Но фамилия, честно говоря, вызывает определенную улыбку, если не знать о его преступлениях. То есть, но давайте вернемся к главной теме. Так почему же турки в 1974 году вошли на территорию Кипра? Если, я опять говорю, в начале 70-х Грецию захватили греческие нацисты. На мой взгляд, ответ крайне прост. Прежде всего, они вошли как спасатели того же самого греческого народа, который жил на границе с Турцией, на кипрской территории. Также на этой территории на протяжении многих лет жили турки. То есть, Турция спасала как греков, так и турков. Я опять задаюсь вопросом, почему же армянство об этом любит молчать? И не нахожу ответа. А греческому народу, который иногда под давлением, видимо, определенных сил выступает против Турции, я хочу тоже, чтобы они вспомнили, что предшествовало в ходу турецких войск на территорию Кипра. И прежде чем доверять каким-либо провокаторам, вспоминали бы, сколько греков погибло от рук так называемых черных полковников. Это крайне важно. Данное видео короткое, но, как я считаю, более важное, чем даже порой крупные видеоролики, в которых говорится о многочисленных темах. На этом я, пожалуй, со всеми попрощаюсь. До следующих встреч на моем канале. Единственное, что хочется пожелать, конечно же, чтобы вы не болели, подписывались на канал. Те, кто не подписаны, те, кто подписаны, проверяли подписку. До свидания.